Думаю, тут многие нас знают. Мы занимаемся не только поставкой техники, также у нас есть направление тоже по возделыванию сельскохозяйственных культур. У нас есть свое хозяйство, оно находится в Матвеево-Круганском районе, Донские зори называется, тоже там практикуем наутил. В состав группы компаний также входят еще предприятия по производству пассивной техники отечественной. Наир, это новое инженерное решение, пассивные единицы Дон. И у нас еще есть одна некоммерческая организация, это ассоциация сторонников прямого пассива. Мы занимаемся организацией мероприятий, это, думаю, вы, наверное, слышали, да, мы конференции зимние проводим по наутилу. Кстати, вот в январе 23-го года тоже пройдет, я всех приглашаю. О ней чуть позже еще расскажу, там есть презентация короткая. Вот, сейчас хотел бы рассказать про торговый дом. 15 лет на рынке, успешно поставляем отечественную технику. Ну, там, и не только отечественная была, вот сейчас остались направления более такие стабильные, да. Это отечественная, да, это у нас пассивная техника, вот нашего производства, в Оксайе производим селки Дон. Называется, там модельный ряд есть, я сейчас чуть позже представлю. Вот, и поставляем отечественные опрыскиватели, разбрасыватели туман. Это Пегасагро производство, город Самара. Вот, в принципе, наша техника несет за собой, там, ряд эффективных и экономических решений. Вот, но об этом такая глубокая тема, мне тут 10 минут выделили. Постараюсь уложить со всем, что есть. Вот, я сейчас... Так, ну, это вот за торговый дом. Небольшая такая презентация. Так, ну вот, здесь представлены наши основные позиции. Это вот опрыскиватели, да, и пассивная техника. У нас овощная тоже есть, мы орошение вот поставляем. Правда, уже тут не рынки, а чуть-чуть, извиняюсь за презентацию. Мы сейчас в БСБ, вот, Краснодарские машины ставим. Так, это вот о производстве. Это вот модельный ряд пассивной техники. Пассивной комплекс ДОН-651, он с захватом 10,7 идет. Двудисковый сошник, там сейчас чуть дальше орган полностью будет. У нас также в модельном ряде есть 7,7 захват по 240 лошадиных сил с 7-кубовым бункером. Пятиметровая опять 25 захватом, сиелка механическая, она уже идет. Комплексы пассивные, они пневматические, и две механические селки. Это вот 5,25 захват и 3 метра. Вот тут с агрофоном тоже вот есть изображение. И вот пару слов еще хочется сказать о отличительных моментах нашей техники. И вот разнесенные пассивные корпуса между ряде, да, 21 сантиметр. Вот мы видим в этом то, что хорошая пропускная способность имеет пассивной комплекс. Вот здесь прорезание, да, вожденных остатков. Так, и сам орган, вот двудисковый сошник, укрывающее колесо, располагается на параллелограмме, что позволяет больше и лучше копировать почву, там до 25 сантиметров копирование есть. Вот, колтер имеет тоже, сам весь орган рабочий имеет много регулировок. Колтер имеет регулировки по глубине. Здесь по усилию пружины тоже на параллелограмме можно регулировать. Вот так выглядит целиком рабочий орган. У нас такие двойные укрывающие колеса стоят. Ну, мы имеем опыт, мы ставим под клиента, ставим мы одинарное укрывающее колесо. На сегодняшний день у нас мы уже поставляем с анкером, да, с анкером от DMC, кстати. Ну вот, такой же, как на DMC. Анкер ставим, он впереди полка идет, за ним уже на параллелограмме идет анкер и укрывающие колеса. Вот, и монодиск у нас проходит испытания, вот, этой осенью. Надеюсь, и следующего года еще у нас, вот, мы уже сможем три органа рабочих поставлять. Это вот, грудисковый сошник, анкер и монодиск. Вот. Ничего нового. Так, и представлена линейка, вот, производство Pegas Agro. Это в Самарской области производят машины туман, опрыскиватели-разбрасыватели. Еще также есть модуль мультиинжектор. По-разному там обзывают эти установки, да, это там и растение-питатель, и ликвилайзер. Ну, в общем, это вот прикорневое внесение жидких удобрений. Вот. Ну, такие модели, да, вот, самая новинка, это туман-3. В девятнадцатом году машина выпустилась. Вот, на сегодняшний день уже где-то полторы тысячи единиц поставлено. Активно, активно себя зарекомендовали, вот, и использователи. Здесь, в смысле, сидящие. Туман-2 также никуда не ушел. Он стал теперь только туман-2М. Там есть по каким-то модификациям. Вот. И туман-1. Туман-1, он не имеет узкого колеса. Вот, либо шины низкого давления, вот, как здесь представлены. Либо это шина-оболочка, вот, камера. Это чисто машина предназначена для раннего выхода. Он там тонну весит. У него устанавливаются разбрасыватели. Ну, и опрыскиватель тоже. Ну, опрыскиватель недостаточно эффективный. Поэтому вот с разбрасывателем себе эта машина вот на ранний выход зарекомендовала лучше всего. Так. Ну, и также вот продукцию пензмаш мы тоже поставляем очесывающие жабки, озон. Вот как раз-таки о чем, да, там Симон Григорьевич говорил. Вот позволяет. Это двух барабанда, не славянка? Нет, это, да, там барабанда. Да, парамза, не арабатывается. Так. И вот приглашение, что еще хотелось, да, коротко, вот, о нашем мероприятии. Это уже будет шестая международная конференция. И проводит ее вот как раз-таки наша некоммерческая организация. Это сторонники, ассоциация сторонников прямого посева. Будет в 23-м году, вот в начале года, в январе, 26-27 января, пройдет мероприятие в городе Ростове-на-Дону. Там будет рассылка, я здесь уже, да, там кому-то вручал пригласительные. И вот еще там следующая идет презентация конференции самой. Буквально еще пару минут займу. Больше про масштабы сказано, да, что у нас в прошлом году, в 22-м, вот мы 28 регионов задействовали. Это только Россия, 575 человек у нас было. Вот, у нас спикеры были за рубежа, с Аргентины, с Америки. Вот, также у нас на базе этого мероприятия пройдет еще выставка. Вот, площадь выставки 2,5 тысячи квадратных метров. Я еще, так, это планировка выставки. Вот, я расскажу за формат. Вот, длительность конференции будет 2 дня. Выступление спикеров будет параллельно там в нескольких залах проходить. И персональные вот консультации спикеров, они будут в таком формате, в формате круглого стола. То есть, в отдельных помещениях собирается круглый стол, там разбирается какая-то тема, спикеры делятся опытом. В общем, мероприятие такое эффективное, достаточно оттуда люди уходят с множеством знаний, новых каких-то технологий. Так, ну, здесь там, в общем, ну, в принципе, все. Хорошо, спасибо. По зимней конференции здесь многие присутствующие участники зимней конференции.